Повышение цен вызывает недовольство как автовладельцев, так и тех, кто предоставляет услуги такси. Это стало причиной резкого уменьшения их заработка почти в два раза. Болотхан Сагнали, выйдя на пенсию, начал заниматься частным извозом. Таксистом работает уже лет 10. Раньше на 500 сомов мы заливали 12-13 литров бензина. Сейчас и 10 не будет. Заниматься частным извозом становится все накладнее. В городе Пробки. Раньше примерно 500-600 сомов уходило на бензин. Сейчас я трачу почти 800-900 сомов на тот же объем ГСМ. На сегодня литр бензина марки АИ-95 составляет 61 сом 50 иинов. Стоимость дизельного топлива превысила 51 сом. Подорожание ГСМ сказывается на расходах автовладельцев. По их словам, чуть ли не каждый день растут цены на бензин. Бензин подорожал в два раза. Ежедневно заливаю на 500 сомов. Рост цен сказывается на наших кошельках. Это заметно, когда цены растут на 50 иинов, а иногда и на 70 в день. Сколько? 30 сомов было в два раза получается. Соответственно, в два раза и расход повысился. Приходится больше работать. Цифры меняются практически каждый день. Бензин может подорожать еще примерно на два сома, заявил Союз нефтетрейдеров, поясняя это тем, что с сентября ГСМ будут ввозить с пошлины, которые составят 19 долларов 30 центов за тонну. Вследствие чего, применение вывозной таможенной пошлины скажется на ценовой политике. Однако, ассоциация нефтетрейдеров придерживается другого мнения, говоря о стабилизации стоимости на ГСМ и фиксируемое снижение отпускных цен на российских НПЗ. «Мы не ожидаем резкого роста. Если на российских заводах сегодня оптовоотпускные цены еще изменятся в течение сентября месяца, то возможно подорожание где-то в пределах одного сома. Мы ожидаем. А так у нас прогноз был такой, что это будет на текущем уровне цена оставаться в сентябре месяца». Специалисты отмечают рост потребления ГСМ в стране. Кыргызстан 95% нефтепродуктов импортирует. Главной причиной роста отпускных цен российских нефтепрерабатывающих заводов является значительное увеличение нефтяных цен на мировом рынке. Кроме того, есть и фактор сезонного роста спроса на топливо в отпускной сезон. Несмотря на сложную ситуацию с повышением отпускных цен, ситуация на топливном рынке стабильная, поставки ГСМ идут штатно. «Потребность Кыргызской республики годовая составляет порядка 1,2 млн тонн. Из них в рамках соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. 950 тысяч тонн поставляется из Российской Федерации. 10% из общего объема потребности – это внутреннее производство, а также недостающая часть поставляется из Республики Казахстан». Вся надежда на стабилизацию мирового нефтяного рынка, поясняют специалисты. И изменить ситуацию пока не получится. Мы, как и остальные страны мира, находимся под влиянием мировых экономических тенденций, а именно продолжающейся с конца 2020 года значительный рост цен на нефть и отпускных цен с нефтепрерабатывающих заводов.